Когда говорят о динамическом хаосе, то есть о сложном и непредсказуемом поведении траектории в динамических системах, в конечном мере в динамических системах. Обычно имеют в виду два совершенно различных типа динамического хаоса – это диссипативный хаос и диссипативный, связанный со странными аттрактами. История диссипативный и консервативный. История консервативного хаоса насчитывает уже больше 100 лет. Здесь странные аттракты тоже были открыты сравнительно давно, 50 лет, больше, чем 50 лет. И, в общем, это настолько разные типы хаоса, что математики, которые занимаются изучением консервативных странных аттракторов, они часто даже не понимают друг друга. Даже если работают, например, в одном отделе, как мы с Леном Михайловичем Терманом уже давно работаем в отделе, так сказать, Ширикова, он занимается консервативным динамикой, я, ну, больше странные аттракторы, и у нас совершенно разные языки, и, в общем, это… мне даже не хочется навязать его область, а ему не хочется мою область, потому что это совершенно разные… А тебе хочется навязать мою область, да? Нет, мою область не очень быстро говорится. Я в абстрактном смысле конкретизирую на частном примере, чтобы для публики было более понятно. Вот. Но вот в последнее время, в общем-то, совершенно недавно, на самом деле, основанная статья по третьему типу хаоса, такое математическое обоснование, мы написали с Димой Турайевым совсем недавно, в 2017 году, и там началось обоснование того, что возможный третий тип хаоса, причем, который называется смешанной динамикой. Причем классификация класса удивительно простая. Ну, вот так, если попробовать как-то классифицировать, то классификация идет по такому типу. Типа, вот хорошо известно, что если у нас динамическая система задана на каком-то компактном пазмопространстве, то у нее обязательно есть аттрактор и обязательно есть репейд. Это, ну, как сказать, следствие знаменитой теоремы Конли о существовании функции Лепунова у любой динамической системы, которая принимает минимум значение на аттрактор и максимальное значение, локально-максимальное, локально-минимальное, на, соответственно, аттрактор и репейд. Отсюда текает, что, значит, это теорема, что обязательно существуют аттракторы и репейд. То есть, вот, на любой динамической системе множество аттракторов, а, и множество репейд это как бы не пустые множества. Не, ну, аттракторы в себе не могут совпадать, потому теоремку уже можно чертами давать. А там функция Лепунова-Константа. Вот, когда функция Лепунова-Константа, это мы имеем консервативный хаос. С точки зрения теорема Конли, самый тривиальный случай, это когда аттрактор совпадает с репейдером и совпадает, соответственно, со всем фазмом прострации. Но этот тривиальный случай самый сложный. Ну, в каком-то смысле. Потому что консервативная динамика, она изучалась, изучается и будет изучаться еще. Ну, сюда ионосовский включает. Сюда включается ионосовый, ионосовский, так называемый, мы, обобщенный термин так можно вести, топологические консервативные системы, которые совершенно могут не консервативными быть на самом деле. И вообще, там удивительные примеры есть таких систем, которые, ну, оказывается... Вот. Другой случай, тоже как бы условно простой, когда, с точки зрения теорема Конли, тогда аттракт в Сибирио не пересекается. И это соответствует, называемый, что это, как бы, диссепортивный хаос, а раз хаос, значит... Ну, значит, порядок. Нет, раз хаос, нет порядка, а математическим образом хаос является странной аттракт. Но если вы хотите считать в обратном линии, то будет странный репервер. Странные реперверы никто, как правило, не изучает. Хотя иногда и зря. Потому что вот есть примеры динамических систем, например, климатические модели. Они такие забавные. Вот эта модель Норинс-84, например. У неё поведение вперёд, то есть аттракт вперёд, простой. Ну, при этом предельный цикл или ещё что-то. А аттрактор-назатор или фейерер имеет сложную структуру. Хаотический трактор. Это означает, что в этой климатической модели, или погодной модели, предсказать, что было какое-то время назад какая-то погода, невозможно. Назад. Вот. Хотя и предварительно травому смыслу. Потому что взять календарию и посмотреть, какая была погода. Но это так. Вот. То есть формально аттрактор может совпадать с репеллером, аттрактор с репеллером не пересекается. Это, если мы говорим о тех динамике, то это диссипативная динамика. Там, значит, есть аттрактор репеллер, который не приспять, причём аттрактор может быть простой, значит, с простой динамикой. Вот. Или странный аттрактор – это, значит, диссипативный хаос. Ну и вот логическая возможность, которая тут может, в принципе, возможно, это когда аттрактор пересекается с репеллером, то есть пересечения аттрактора с репеллером, я думаю, что не пустое множество, и, грубо говоря, они ещё не спадали. Легко видно, что больше других возможностей никаких нет. То есть четвёртый хаос, и в этой схеме он как бы и… Но поскольку очень странно выглядит фраза аттрактора пересекается с репеллером, то вот этому явлению, которое на самом деле существует, надо давать математическое объяснение. И поэтому, прежде всего, нужно понять, а что мы имеем в виду под аттрактором, и что мы имеем в виду в репеллером. Ну, небольшой исторический… Собственно, теория консервативного эгаментонного хаоса, она началась с знаменитой работы Маккаре, в которых он показал, что, вообще говоря, типичным свойством консервативной многоверной схемы, начиная… эгаментонной схемы, начиная с размера 4, или, например, симпатические отображения с размером 2, является то, что сепаратрисы седел седловых периодических траекторий или неподвижных точек отображения могут пересекаться. И вот там, в этом Маккаре, собственно, увидел препятствия, непреодолимые препятствия возможности интегрированности в таких системах. И поэтому он сделал такой важный, по крайней мере, для себя вывод, что задача нахождения интегралов, чем все люди занимались в XIX веке, она не то, что бессмысленная, она часто просто неразрешима. И вот. Но огорчение Бонкаре… Лёх, я забыл там… Вот это задача трехтел. Ряды… У тебя все время забываю. Лихтенберг или кого-то… Вы чего? Задача трехтел, ее решили с помощью ряду. Ряды Лихтенберг или… Зундштейнтер. 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 Ага. И вот для него это была… Когда он это узнал, для него была фактически жизненная трагедия. Он очень переживал, потому что он считал, что это ошибка. Ошибка в выводе в том, что раз есть гомотонические причины, то система не интегрирована, нельзя никаким способом проинтегрировать. И вот Линштейн и Зундман, они построили ряды, которые решают эту проблему трехтел. Это другое дело, что они… Вопрос об исходимости, это представляет еще большее трудность, чем что-то другое. Но, тем не менее, формально, как бы вот с помощью рядов была решена, и для фан Карли это было как вот… Ну, очень неприятно, потому что он вообще считал, что он ошибся в этом своем. Ну, это неважно, мы же знаем, что вот… Вот из этого открытия планкары не текает, что есть это неинтегрированные гомотонные системы, есть вот это консервативные хаосы, которые нужно изучать, которые изучаются. Вот. И большую, как бы, роль в изучении этого консервативного хаоса – это, как бы, многим последователям планкары сделал, и часто с ним можно выделить Бергову, Адамара. Адамар очень… Заметьте, он прожил очень долгую жизнь – 98 лет. И вот этот год, в 1963 год, он в таком смысле замечательный год. Я потом расскажу, чем он замечательный. То есть, он… Ну, фактически он дожил до этого… до антисепативного хаоса. То есть, от консервативного до антисепативного. Очень случайно он в этом году. Вот. Всем известны фундаментальные результаты по консервативной динамике близкой к интегрированию. Вообще-то, это не все. Только троица Толмогоров, Андронов, Мозер. Они все померли. Арнольд, не Андронов. Что? Вы сказали, Андронов. Не-не-не-не. Конечно. Толмогоров, Андронов, Мозер. Наминитый контирует. Вот. А… Ну, вот. Ну, вот. Здесь я просто нарисовал то, что панкаризм был. Вот. Вот. Слово-периодической траектории недоброизм могут пересекаться. И это влечет в весьма сложную динамику. Это… Изучение, собственно, окрестностей гометонической траектории. Это такая знаменитая задача панкаре Биргофа. Вот она была решена… Ну, уже давно. Вот. И… И… Как бы теории. Возникла гиперболическая теория. Там и все это такое. И… В общем… Это в 60-х годах. Аносов назвал это время. Время гиперболической революции. И вот там было открыто. Действительно, подтвердили представление панкары о том, что очень сложная структура в окрестке транзисциальной генетонической траектории. И, в общем, вот… Эту задачу… Описание окрестницы решили… Знаем… Шейников… Ну и Аносов. У него был свой подход. Окончательное решение… Что значит грубой траектории? Что значит грубой траектории? Можно пояснить. Грубая траектория? Ну, гиперболическая… Гиперболическая траектория. Гиперболическая траектория, которая не меняет свой топологический тип при малых измущениях. И вообще грубая система – это которая сохраняет свою структуру топологическую при малых измущениях. Теория грубых систем, кстати… Понятие грубости – это очень важно для генетонической системы, потому что… Ну, как бы с этого и начинается теория, собственно. Вот выделен класс грубых динамических систем. Он был выделен… Условия грубости метроуменных систем были сформулированы в работе Андронова Пантрянина 1937 года. И, собственно, с этого началась теория. Потому что до этого, конечно, была теория, но она как бы локальная. Как качественная теория Андронова предельных циклов, автоколебаний и все это так далее. А вот, собственно, теория и все. Ну и вот, в 1963 году Эдберг Лоэнс, «Американские математики и интерволы». В общем, тут не написана какая-то статья, но, в общем, «Американские математики» в журнале… В общем, в этой работе он открыл, что простая трёхмерная система, племиально-квадратичная система трёхмерная, она может обладать очень сложным поведением траектории. В ней наблюдается такое апериодическое… Она и называется «Апериодическое течение» в одной модели. Что-то неапериодическое решение сложной структуры, которую можно пытаться кодировать с помощью символической динамики. И, в общем, на самом деле он открыл сейчас этот знаменитый отракулый образ. Математики этого не видели. То есть для них… Ну, вот это… Наверное, на протяжении очень долгих лет это как бы вот этот результат не существовал, и, во всяком случае, не бурой их видимости. Но… Но… Вот поведение, что… Поскольку уже тогда, в это время, 70-х, появились какие-то… Какие-то компьютеры… Можно было делать компьютерное мотернирование системы… Значит, математики стали видеть, что если посмотреть систему, то у него… Считай, траектории… Траектории имеют сложный вид, там, и все такое… И как-то нужно было вот эти сложные структуры, которые наблюдаются, нужно было как-то не подобраться, как-то их определить, как-то их классифицировать, или что-то о них сказали… И появилась уже знаменитая работа… Ревелия… И такенца… И такенца… И такенца… Уже в математическом журнале… Статья называлась… на природе торгументности… И там они вели понятие странных атракторов… И вот эта статья, она как раз стала… Очень заметная… И она… Создала бум… Вокруг… Вот это… Дисипативный хаос… Вокруг странных атракторов… После этого… В МОКО имелось масса работ… Поток этот… До сих пор не сергает… Там, наоборот, становится все больше… На этом… На этом… На этом слайде… На этом слайде… Отмечен еще один… Они были… Использованы… Даже не использованы… Я не знаю, как это слово сказать… Развиты… Развиты, да… Подняты на щит… Развиты… Значит, вот это… Риелин и тракинцам… Для своего определения странного граждан… Причем… Вот теорем Кондри… Говорит о том, что есть… Всегда есть атрактор и репиток… А… А… В каком смысле… Это атрактор и репиток… Потому что… Вот для консервативной системы… Ну, странно говорить… Что там есть атрактор и репиток… Атрактор совпадает с репиток… Потому что… Атрактор… Ну… Как бы мы его не понимали… Это всегда… Замктое… Инвариантное… И устойчивое множество… То есть вот эти… Три… Три, так сказать, вещи… Замктость, инвариантность и устойчивость… Это атрактор… И всегда нужно три… А… Простите… А там… Какой топологии… Какой вы… Какую систему… Рассматриваете… Мы, может… Конечномерные системы… Рассматриваем… То есть мы… Не… Не уходим… Бесконечную… 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 Ну и в клидовом. А она как в клидовом называются? Обычная топология. Она есть ли вариант на силу фазового потока вообще? Нет, вариант не обязан быть, там дисципация, но не в этом дело. Ну смотрите, обычная топология связывает с метрикой. На многообразии будет с рипнометрика, в рипнометрике стандартная топология рассматривается. Ну вот, метрическая топология. Я не знаю, как это будет. Нет, это хорошо. Это правильный вопрос, когда мы рассматриваем бесконечные меры пространства, потому что там могут разные вещи, а здесь... Ну, я не имею, что можно объяснить, как это называется, тривиальную топологию, открытым множеством является любой множеством. Просто я про вот эти вот кантероподобные фазовые траектории, которые от трактора подобные в некотором смысле, там топология-то она существенно реологическая. Нет, но мы не расслабляем топологию на тракторе. Мы говорим, что этот трактор замкнутый множество в обычной топологии. И когда открытым множеством являются интервалы, и всё, а замкнутые дополнения к ним, вот в этом смысле... Давайте уже берем... Все, что я просто не хочу это тормозить, я спросил буквально. Так, без стихи. Вот. Ну и вот, переходим к третьему типу смешной динамики. Третий тип от смешной динамики. Вот одно из определений смешной динамики, оно вот такое. Это когда у нас... Они не связаны ни с трактором, ни с ципедем. Так только теперь. Когда у нас в фазовом пространстве, в фазовом пространстве системы существует бесконечно много периодических траекторий, гиперболических периодических траекторий, всевозможных типов, которые допускают размерность фазовом пространства. Ну, это стойки, то есть асимптотические устойчивые периодические траектории, и источники, вполне неустойчивые периодические траектории, и севозможными размерами устойчивых и неустойчивых наговоров. То есть здесь как бы вот... И второе очень важное условие, что замыкание множества этих траекторий... Отдельных, отдельных, про что ты говоришь? Замыкание множеств стоков отдельных, ну, например, замыкание множества стоков и замыкание множества источников имеет непостое причение. А оно также имеет непостое причение замыкания множества севозможных и так же. У тебя тут не это написано. Ну, я просто на этой стороне. А я сказал ли это? Вот в этом смысле? Вот это как надо. Да, как надо. То есть прям, например, стоки... Надо было написать intersection of closure of sets of phase orbits изнутри. Да. Интерсекшн пропущенный слов. Ну, правильно его? Да. Ну, я не правильно написал. Интерсекшн. Ну, не так, да? Ну, смысл такой, что замыкание множества траекторий разных типов, если взять их... Оно не пустое. А, это... Оно не пустое. Замыкание-то не пустое. И замыкание множества другого типа траекторий, не пустое. И вот это замыкание множества имеет непостое причение. Понятно. И тогда термин смешанной динамики здесь естественный, потому что все перемешано в траектории всевозможных типов. Замечательным свойством вот этой смешанной динамики, оно вот, ну, как бы, я не знаю, как это сказать. Типа квинтэмсиенция вот. Смешки динамики — это когда мы рассматриваем не просто систему общего типа, а рассматриваем так называемую обратимую систему. Обратимые системы, ну, в случае отображения, это такие, которые... Система сопряжена своей обратной. То есть отображение сопряжено с обратной. И обычно это, вот это вот... Как это называется? Инвалюция. Вот этот вот гемоморфизм, он даже не дефиморфизм, он дефиморфизм той же самой гладкости или выше, что и система. И вот этот гемоморфизм является инвалюцией. Сопрекающий дефиморфизм является инвалюцией. То есть его квадрат отражается на это выражение. Это можно рассматривать и просто сопряженность к логическому обратной. Ну, в общем, обычно вот так определяет, потому что это идёт от приложений. Там в приложениях и в механике, физике эти обратимые системы играют важную роль. Это... Обратимые системы — это, ну, например, если мы рассматриваем динамику движения каких-то тел, то вот обратимость — это как бы следствие закона сохранения, например, момента и метуса. Вот эти. И тогда, значит... Или наоборот. Или наоборот, да. Ну, каких-то законов, общих законов природы, вот, а когда она сохраняется, то, значит, эта система получается обратимая. Вот. Поэтому обратимые системы имеют важное значение в точке среднеположения. Они не столь популярны, как консервативные системы, но вот, тем не менее, нет. Поэтому... А вот в обратимых системах, поскольку она сопряжена со своей обратной, то на автомате получается, что если система имеет аттрактор, то она имеет репеллер одновременно. Причём аттрактор и репеллер устроены одинаково, в том смысле, что если на репеллер обратить время, то получим тот же самый аттрактор. Если мы обратим время и сделаем замену координат, то получим тот же самый системы, замену координат, в смысле вот, 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 вот этой вот инвалюции. Но в обратимых системах есть так называемые симметричные траектории, которые переходят сами в себя при этой инвалюции. А симметричные траектории, если на них посмотреть, то сами в себя относительно обращения времени, то это, получается, консервативные траектории. То есть в обратимых системах неустранимым образом или общим образом встречаются также и консервативные системы. И поэтому в этом случае обратимые смешанные динамики, если мы её говорим, то она связана с тем, что, с тем, что наблюдается такое её время, что мы имеем бесконечно много симметричных фактов типа источник сток, сеглос сегмьянами меньше единицы, сеглос сегмьянами больше единицы, сеглос сегмьянами равными единицами симметричными, а также симметричные эллиптические периодические траектории. То есть получается так, что обратимая система, смешная динамика устроена так, что она в себе содержит и диссипативную часть, нетривиальную, и консервативную часть. Нетривиальная, потому что бесконечно много периодических траекторий. Смешная динамика всегда нетривиальная. Диссипативная динамика может быть тривиальная, консервативная динамика может быть такого типа интегрируемая. а вот смешная динамика вот она все дает и здесь вот обратите внимание значит это все-таки обратимая смешная динамика это когда у нас и дисципативные траектории дисципативные элементы динамики консервативные они присутствуют неотделимы друг от друга и что-то такое в общем иногда очень трудно бывает по ним вот но вот потому что когда можно смешная динамика определить и так как в самом начале я говорил что это когда трактор пересекает с репейлером это пересечение пустого и вот пересечение трактор с репейлером получается замктое инвариантное множество если оно существует мы его называем обратимым ядром и вот что это за множество в обратимом случае в случае обратимых динамической системы еще или еще можно представить эту структуру этого обратимого ядра потому что оно содержит симметричные симметричные траектории не взять периодически по симметричной траектории они как бы консервативны поэтому обратимое ядро это очень консервативная часть динамики а в общем случае когда мы имеем не обязательно обратились на антре систему со знака перемен дивергенции а знака перемен дивергенции почему она нужна для того чтобы была трактор то что такое обратимое ядро это вообще непонятно могут ли там вообще днем самом содержаться периодические траектории если эти траектории периодически то значит они типа электрического типа а система общего в общем возникает массовый образ поэтому эта часть вот этой теории как какова структура обратимая ядра она требует дополнительного исследования в общем здесь много открытых вопросов ну вот я все-таки хочу определение трактора и показать примеры смешанные самые простейшие примеры смешанной динамики ну такие вообще тривиальные примеры лучше можно было прочувствовать что это такое вот вот на 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 первом рисунке это она вообще одномерной стены то есть фазовое пространство прямой или отрезок прямой и стена устроена так что она имеет бесконечно много состояния равновесия или есть отображение то неподвижных точек и эти вот прям стены равновесия чередуются вот не очень не очень славе видно вот здесь это красные и синие красные синие красные это устойчивые точки вот к ним траектория лежат за синие не устойчиво их этих таких 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 территорий черный множество и они накапливаются ну например начал координат точек который тоже является состояние равновесия нет станет на рисе в своя крис содержит счет и можно устойчиво счет и может не устойчиво что в этом примере является обратно понятно что аттрактором является все красные точки но поскольку аттрактора это замкты и варианты устойчивых то замыкание множество красных устойчивых точек содержит вот эту точку что такое репейлер в этом в этом случае понять что репейлером надо составлять что это все синие точки и замыкание репейлер замкает множество поэтому надо замкнуть их замыкание опять получится репейлер содержит вот эту вот это стойерновесие то есть мы имеем на лицо такое поведение что у нас аттрактор пересекается репейлером и содержит вот это обратно обратно это простой пример показывает что ну почему это ну вот и два хороших вариантов замыкание репейлера а трактор понятно что аттрактор это должен терять все устойчивые точки поскольку завершить замки множество смыть границ значит вот аттрактор так просто припери устроен по-другому как мы придумали а потому что хотели как-то на пальцах объяснить а не получилось ну вот это показывает что значит устойчивый динамик может существовать неустойчивыми и пустой плечи но заметим обязательно должно быть черное множество устойчивых и более того у нас есть такая теорема что если мы имеем любую систему и у нее есть обратимый ядро то есть аттрактор пересекается репейлером то это ядро должно быть окружено счетным множеством диссипативных аттракторов диссипативных репейлер диссипативных аттракторов ну обычно к траектории притягивается попадаете в окрест и притягивается к нему и и у этих аттракторов есть повлощающая область вот это и 4 и репейлер окружает счетное множество повлощающих областей которые задерживают от репейлер это в общей ситуации есть обратимый ядро то есть счетное число аттракторов другой пример такого сорта менее тривиальный но тоже в некотором смысле интересный это представим что у нас ну как вот была эллиптическая точка консервативного отображения циполептического отображения тогда известно что эллиптическая точка консервативного отображения в общем случае она удовлетворяет теории КАМ то есть есть континун и варианты замкнутых прямых окружающих а между этими прямыми есть так называемые резонансные зоны в которых резонансных зонах эллиптические точки чередуются с седловыми точками и образуют это такое так называемое оно жерель или цепочка образует цепочку гирлянда вот теперь можно а представим что эта система вот у нас оперативная представим что система обратимая мы так самое главное что в вашем аттракторе не требуется никакой трезитивности и поэтому у вас аттрактор в этом примере есть объединение счетом числа аттрактора да и на это на то уж да поэтому конечно можно объединять и не-не-не-не-не да нет а кстати у меня сколько времени осталось потому что я это что так быстро ну ладно так вот вот а теперь как определить хорошо я все-таки этот пример коснусь немножко потому что здесь вот оно устроено так хорошо мы можем возмутить сохраняя например обратились резонансы так что получить энергетически . у нас получался источник и стоп ой стоп и источник вот вот здесь и тогда у каждого этого источника есть поглощающие у вас своя а у каждого стопа есть своя отталкивающая область а назад она выходит из отталкивающей области то есть это вполне естественно то есть вроде как вроде как у нас область поглощающая отталкивающая область пересекается но тем не менее это явление вот можно представить что таких таких что типичные ситуации таких вот таких вот гирлянда черное множество и тогда мы получаем примеры и все заключение как определять отравление правильно опрелять отравление вот я по первой картинке значит мы по первой картинке мы определяем отравление так мы во-первых выделяем настоящие транзитивные цель тракторы их отчетное множество и дальше делаем объединение которые называем его полмата более того если более сложной ситуации мы берем еще пролонгацию этот нос все но структуре достижимых получать полный трактор поверили и когда полный трактор баниэр и полный трактор полный пейлер не могут пересекаться давайте обратим на дороге табачка благодарю